МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сводка криминальной обстановки в Десногорске. Успешные испытания комплекса карботермического синтеза для проекта «Прорыв». 25 мая во всех школах Десногорска прозвенел последний звонок. Этот праздник, пожалуй, самый долгожданный для выпускников 9-11 классов. В этот день ребята прощаются беззаботным детством и веселыми школьными днями, вступая во взрослую жизнь. Как прошли праздничные линейки в нашем городе, смотрите в нашем репортаже. Для того, чтобы память о последнем звонке сохранилась и запомнилась на всю жизнь, старались все. Каждый педагогический коллектив усиленно готовился к этому дню. Актовые залы школ были украшены шарами, лентами и плакатами. Нарядные и встревоженные выпускники, задумчивые родители, мудрые учителя. В каждой школе были почетные гости, которые поздравляли выпускников и говорили им добрые слова на путстве. Сегодняшний последний звонок является первым звонком в вашу большую жизнь. И вы должны ее прожить достойно. Выпускники же благодарили за терпение труд своих учителей и родителей, которые им помогали и направляли на протяжении всех учебных лет. По традиции выпускники дарят всем собравшимся в зале песню или вальс, символизирующий переход от детской жизни во взрослую. И вот самый волнительный момент. Одиннадцатиклассник проносит на плече первоклассницу с колокольчиком, звон которого возвещает об окончании учебного года. Отзвенел последний звонок, впереди выпускные экзамены. У каждого сегодняшнего выпускника волнение и стремление определиться с дальнейшим жизненным ориентиром. Ну и, конечно же, помнить свою школу всегда. В добрый путь. 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры в Смоленске. Этот праздник по традиции проходит очень широко. Начался он с божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе. Продолжился крестным ходом. В торжественной колонии представители власти и духовенства, школьники, студенты и паломники. 23 мая в администрации прошло плановое оперативное совещание главы с руководителями комитетов и муниципальных предприятий города. Подробности в нашем сюжете. В начале совещания начальник медико-санитарной части номер 135 Алексей Азаренков вручил Риме Овечкиной грамоту от ФМБ России за участие в Дне стоматологического здоровья. Генеральный директор МУП ККП доложил, что служба ведет работы на тепловых сетях города. Производится работа на тепловых сетях города. По результатам генераллических испытаний проводим на тепловых сетях магистрали. Обнаружены дефекты на прямом магистрали 4-го микрорайона двух местах, на которых сейчас ведутся работы. В районе ДК-Нитрина у нас работы завершены. Сегодня запланирована работа по замене запорной арматуры и планируем к вечеру собрать схему по прямой. В районе дома основной 45 производится работа по замене достаточно большого участка дефектного кровопровода. Работу планируем завершить на две недели, собрать схему и перейти к генераллическим испытаниям на обратном кровопроводе этой же магистрали. Специалист комитета по культуре пригласила школьников на предстоящие мероприятия. Приглашаю подростков нашего города с 2002-2004 года рождения принять участие в 10-м международном военном патриотическом слюте Отечества. Он состоится с 20 по 29 июня на территории учебно-тренировочного городка войсковой части 3678 города Теснобурска. Заявления принимаются в молодежном центре по адресу 6 микрорайон пристройках дома 480. Председатель комитета по образованию Римма Овечкина доложила о результатах конкурсов в рамках проекта «Школа Росатома». Мы продолжаем сотрудничать с Коскорпорацией и с проектами всеми «Школа Росатома». И совсем недавно наши дети, которые принимали активное участие в различных конкурсах по линии «Школы Росатома», получили приглашение. Нам выделено 5 ответственных смен в «Школу Росатома» в России, Болгарии и даже Финляндии. Поэтому сейчас ведется работа с детьми и их родителями по подготовке документов. И я думаю, что участие наших детей в этих конкурсах и участие в этих международных лагерях – это одна еще из этапов их жизни. Мы их поздравляем с этим. 18 мая в Садоводческом товариществе Десна прошел экологический рейд главы и специалистов администрации. Целью проведения данного экологического рейда было навести порядок на территорию места общего пользования и, собственно говоря, устранить, утилизированные санкционированные свадки. По результатам рейда глава поставил задачи перед комитетами и муниципальными службами. По садоводческому товариществу Десна, где мы совместно с нашими правоохранительными органами встречались с садоводами, поступило обращение с этого же садоводческого товарищества на предмет проведения общей встречи всех председателей советов садоводов. И вопрос был связан с экологией, то есть с вывозом, сбором и утилизацией мусора. Поэтому я попрошу всех заинтересованных должностных лиц, мы потом время определим, проведем предварительное совещание для того, чтобы в этом вопросе навести порядок раз и на всем. Управление ГОИЧС сообщает, что 25 мая городской пляж будет открыт для десногорцев. 23 мая в Десногорске сгорели автомобили «Дачный дом» около 7 вечера в третьем микрорайоне. По предварительной версии из-за неисправности деталей узлов механизмов транспортного средства произошло возгорание в моторном отсеке автомобиля марки «Ровер-416» 98 года выпуска, которое было ликвидировано без помощи огнеборцев. Огонь успел повредить моторный отсек и крышку капота. Пострадавших нет. А в десятом часу пожарные тушили дом в садоводческом товариществе «Десна». На ликвидацию пожара понадобилось около получаса. Отстоять строение у огня не удалось. Предварительная причина случившегося – нарушение правила эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет. Ущерб устанавливается. В Десногорске в рамках операции «Путина» выявлен факт незаконной ловли рыбы. Полицейскими, совместно с сотрудниками Росгвардии по подозрению в незаконной рыбной ловле сетями задержан местный житель. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. В ходе досмотра стражи порядка изъяли у подозреваемого 15 метров рыболовных сетей и выловленную рыбу различных пород. За нанесенный ущерб ему теперь грозит до двух лет лишения свободы. О том, что еще произошло у нас в городе за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 136 сообщений о происшествиях. Из них 8 сообщений о преступлении. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 127 административных правонарушений, в том числе 103 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 11. за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 10 человек. 28 мая состоится Большой всероссийский велопарад, который пробудется в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. Десногорский старт назначен на 10.00 от городской эстрады. Построение участников начинается в 9.30. Протяженность маршрута – 10 километров по городу. Приглашаются все желающие. 26 мая Десногорский ансамбль «Русской песни Сударушки» приглашает жителей и гостей города на свой юбилейный концерт «Песня «Любовь на все времена», который состоится в городском центре досуга в 18.00. И в завершении выпуска новости Росатома. Российские ученые совершили настоящий прыжок в будущее. Пока ведущие ядерные державы еще только экспериментируют с созданием нитридного топлива, в России уже создана установка для его промышленного производства. Это прорыв в прямом и переносном смыслах этого слова. В Брянске проведены успешные испытания комплекса карботермического синтеза нитридов урана и плутония, с помощью которого будет изготавливаться нитридное топливо для революционного ядерного реактора четвертого поколения «Брест-300». Эта реакторная установка позволит решить массу задач, связанных с использованием атомной энергии. В частности, в десятки раз увеличит эффективность использования урана и избавит от проблем с отработанным ядерным топливом за счет воспроизводства и повторного использования. Комплекс карботермического синтеза, созданный специалистами Росатома и ряда партнерских организаций, неотъемлемая часть этого амбициозного проекта. Эта установка уникальна не только в России, но она уникальна и во всем мире. Нигде в мире в промышленном масштабе нитридное топливо не используется. Это связано и со сложностями технологии, и со сложностями изготовления такого оборудования. Уникальное оборудование было разработано и изготовлено в рекордно короткие сроки, при этом практически без использования импортных комплектующих. Все разработки в металле – это боксы, это транспортные системы, это печи, это все изготовление нашей разработки. Работа комплекса карботермического синтеза полностью автоматизирована. Оператор, находясь на пульте управления, в состоянии в одиночку контролировать весь технологический процесс и его параметры, следить за состоянием оборудования и обеспечивать безопасность производства. Те блокировки, которые заложены в этой установке, полностью на 100% исключают возможность радиационной аварии и обеспечивают качество топлива. Конструктора заложили возможность проведения ремонтов без остановки всего технологического процесса, без разгерметизации оборудования, с сохранением всех норм и правил радиационной безопасности. Проведенные испытания показали, что уникальная установка полностью готова к эксплуатации. Теперь из Брянска она отправится в Северск, где на производственной площадке Сибирского химического комбината пройдет еще одну проверку, уже в составе опытно-демонстрационного энергетического комплекса, который создается в рамках проекта «Прорыв». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин